сегодня рассказ пойдет о богориках вот один из богориков я сделал из зонтика ну зонтик это вот средняя часть которая вот это автоматический зонтик он разбирается но спицы полетели испортились и соответственно я его разобрал выкидывать жалко и мне пришла в мысль сделать вот из такой средней части богорик богорик получился вот такой но вот этот от автоматического зонтика то здесь нет таких защелкивающих мест но есть вот дырочки которые процессе можно но облудить запаять чтобы туда не выпадала вода и припаять или со вставкой металлической например брала шариковые ручки такие расширенные стержни металлические туда обрезал грифель где шарик стоит и вставлял туда крючок опаивал и соответственно можно насадить сюда и пропаять и будет довольно таки прочно это конструктивно вот вот это полуавтомат здесь много защелок было я их вот значит срезал вот здесь защелочка была срезал запаял это место чтобы просто не защелкивался он потому что зимой когда все замерзает это совершенно нет необходимости здесь тоже была защелочка вот и срезал облудил чтобы вода туда не поступало ну и здесь была небольшая вот я еще дополнительно термоусадочной трубочкой закрыл соответственно садил ручку и закрыл комель чтобы туда вода не попадалась можно здесь сделать дырочку сделать веревочную петельку на всякий случай если там вырвет вот этот багор он крючок оснастил самовий срезал бородку получился довольно таки прочный багор выбирается хорошо ящик вот он там внутри например пробку одел и внутрь вставил в распор прям с ящику ящик поставил он довольно таки хорошо стоит вот ящик вот он там внутри в распоре вот сейчас вот данный момент я пользуюсь вот такие вот этим бавром то есть этот багорик крючочек от овсетника это от удочки от телескопа кусок тоже взял трубочку металлическую впаял туда этот крючок трубочку на клей насадил на вот на этот кусок телескопической удочки соответственно пробку насадил три штуки обточил под руку он легкий как-то у него просто в лунку то свалился и ничего не утонул то есть он плавающий еще дополнительно крючочки маленькие принципе их достаточно для того чтобы например если подцепил рыбину допустим под лункой чтобы ее удержать для того чтобы высверлить ее с помощью помощников рыбаков соседей или друзей тоже которые на рыбалке высверлить и потом ее достать мощности крючка хватает прочности тоже хватает для зимней рыбалки такой вот зацеп из крючков овсетников он самовий его вполне достаточно есть также телескопические богорики только уже сделаны из карбона из кусков обломков всяких но просто подбираются они по размеру и вот у меня получился такой приблизительно метр десять богорик тоже достаточно для того чтобы вот на пробочка тут достаточно для того чтобы там вытащить например или задержать рыбу продрать ее можно но конечно например если в 130 там дух килограммов леща это только даже не знаю это только рассверливать надо вот а вот этот богорик это когда еще на колодочке ловят но волоски и рыбаки знают что такое колодочка или на подтяг это основная леска на конце грузильца и типа отводного поводочка с крючочком вот на нем мотыль опарыш и на подтяг ловят и зачастую леска крючком вот этим цепляется за край лунки и там надо рогульки какие-то там делать и деревянные чтобы эту крючок отцепить или отрывают а я вот сделал сюда вот еще дополнительный прибамбас металлический то есть и крючочек туда по леске спускаешь и отцепляешь ото льда крючок вот этот метр десять богорик то есть он недостаточно до середины зимы вот в конце зимы конечно лед там мерзает становится еще больше ну для этого случая вот в прошлом году например не доходило но у меня на всякий случай припасен еще один богорик тоже сделал вот этот кусок от лыжной палки вот это кусок следующий это от волжанки от удочки старый но крепкий вот и следующий кусок это вот от спиннинга штекерного и также овсетник то есть общая длина он у меня где-то почти полтора метра и он может быть универсальным но например каким образом вот я вот складываю сейчас складываю например сейчас когда перволёдок достаточно вот такой длины то есть это сантиметров 50-40 такого то есть вот здесь вот можно обмотать изолентой все здесь и в таком виде ходить на рыбалку он ящик убирается вот и в таком виде ходить на рыбалку то есть лед становится толще можно это колено освободить оставить промотать вот здесь два коленца то есть это уже будет сантиметров 70 80 лет то есть можно рыбу вытаскивать и когда очень толстый лед соответственно все колено освобождаешь получается вот длинный такой магорик почти как удочка ну в принципе можно я думаю что даже и на летнюю рыбалку придумывать но помощнее естественно там надо крючки и все остальное но вот карбоновые они легкие вот обзор багориков которые можно сделать ну довольно таки быстро и несложно у любого рыбака все равно где то есть сломанные какие-то удочки старые удочки которые можно использовать вот из удочки можно сделать например старой телескопической удочки можно сделать подсачник телескопический можно сделать вот багорик пожалуйста можно сделать шестик для зимней удочки из кончика зонтик если сломался из зонтика можно сделать пожалуйста багорик мощный я думаю что его вот этот можно еще для летней рыбалки например даже использовать на летней рыбалке там например на лодочке тоже можно если подсачника нет можно использовать в общем-то не надо ничего бросить, просто над головой поломать или открыть интернет и посмотреть что из этого можно сделать ну вот до встречи на рыбалке до свидания смотрите мой канал я решил выкладывать все что придумал, все что знаю но соответственно не сразу постепенно пока вот у меня съемка ведется на телефон и соответственно может быть некачественная, но уже просматривал свое видео вроде как объясняю понятно а если какие-то вопросы появляются, пишите мне на почту отвечу ну счастливо до встречи на рыбалке